Йоу, всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел поговорить о плюсах и минусах взаимной подписки. Вообще, вредна ли она для вашего канала или не вредна? Смотрите, вот у меня канал 1490 подписчиков на данный момент. Я не накручиваю их вообще, то есть я не призывал взаимные подписки, я не взаимно подписывался, у меня просто эти подписчики набрались сами. Сами именно с просмотров. Но я сейчас оглашу именно плюсы взаимной подписки. Какие плюсы она может принести? Во-первых, это счетчик подписчиков на вашем канале, просто цифра. Но, как вы знаете, чтобы включить монетизацию для вашего канала, вам нужно 1000 подписчиков. И чтобы набрать эту 1000 подписчиков, ну, конечно, вы можете накрутить, да, вот вы накрутите. Но, смотрите, у YouTube еще есть такой критерий. Вот видите, у меня 3200 часов просмотра. YouTube еще должен, вы должны выполнить критерий такой, как 4000 часов просмотра. Я вам говорю, что это огромное количество часов. Но вы просто не осилите его, если будете призывать всех к взаимной подписке. Вы просто не осилите такое огромное число, именно вот, часов просмотра для ваших роликов. Потому что это реально огромное число. Вот. Еще я хотел поделиться, что вообще самое важное – это просмотры. То есть это не подписчики. Потому что, смотрите, если вы выложите хороший, допустим, контент, то подписчики в конечном итоге сами придут к вам. То есть подписчики вообще откуда берутся? Они берутся от того, что, допустим, вот человек зашел, человеку понравился какой-то контент, да, он лайкнул видос, подписался на тебя, ему понравилось. То есть ты хорошо сделал контент. И если ты хорошо сделал контент, то ему это понравилось, он подписался, и у тебя появился новый подписчик. Именно так все и работает. И, ребят, хочу сейчас вас предупредить о том, что YouTube вообще, именно правила YouTube предусматривают такое, что если вообще YouTube запрещает такие взаимные подписки, то есть сап на сап, в правилах YouTube написано, я это видел неоднократно, про взаимные подписки, что нельзя их делать. Также нельзя вступать в сообщества, которые именно призывают взаимно подписываться людей. То есть давай, друг, подпишись на меня, я подпишусь на себя. Вот в таком ключе, в таком роде. То есть так нельзя, не надо делать. Сделайте какой-нибудь свой контент, придумайте что-то свое, какую-то свою изюминку. Вдруг, допустим, вы вот сейчас хорошо, вот вы отличник в школе, вы понимаете там задачки, как решать. Ну, сделайте образовательный канал, расскажите, как решать эту задачку, другую задачку, как решать, сделайте. И в итоге просмотры у вас все равно будут, все равно они набегут. Вот, понимаете. То есть человек будет искать, как решить данную задачку, он зайдет к вам на видос, посмотрит. Если хорошо сделано, хорошо снято, а хорошо вы объяснили, то он подпишется, лайкнет ваш видос, и у вас будет больше подписчиков. Вот это все так и работает, ребят. То есть как бы халявы не бывает, и даже вот если хотите зарабатывать на ютубе, то обязательно нужен контент, нужен именно свой контент, а не какой-то там чужой, я не знаю, там, стыбзиный или накрученные подписчики. Нет, так не пойдет, ребят. А если же вы хотите просто там на хайпа, ну, делайте ваше дело, я вас не заставляю, я вам просто информирую о том, что ютуб запрещает это делать, ютуб не поощряет, запрещает, вот, и вы ничего не добьетесь тем самым. Я, я, я вам могу сказать, что я тоже думал, что вот я сейчас выпущу видос, там, взаимная подписка, на меня там подпишется тысяча человек, и все, я сейчас такой крутой. Фигушки вам. Я тоже сначала думал, что все так просто, но потом, потом, со временем, я, ну, начал взрослеть, начал, ну, я имею в виду, именно многие вещи понимать уже на ютубе, вот, как работает ютуб, там, все дела такие, и у меня пришло со временем понимание того, что просто вот так вот простоты не бывает. Так что, ребят, я вам советую начать делать свой контент, найти свою нишу на ютубе, потому что вы обязательно можете найти свою нишу, в чем вы разбираетесь. Допустим, вы умеете делать, я даже не знаю, аквариумы, ну, просто, допустим, берете там, я не знаю, вот эту пену, пену, как бы клей, клей, берете стекла и делаете аквариум, вы расскажите, как его там делать, я не знаю, но это, конечно, непопулярная тема будет, я с вами согласен, но если вы, допустим, умеете делать там, я не знаю, дом, то есть вы строитель, вы умеете делать дом, вот, то расскажите, как делать дом, вот, именно вот как класть пену там, я не знаю, все, расскажите. К вам люди придут все равно, потому что, смотрите, на ютуб приходят с инфа, ну, люди приходят на ютуб вообще посмотреть ютуб только для двух вещей, либо поржать, ну, чисто поржать, посмеяться, там, развеселиться, либо они приходят за информацией, и так как, допустим, вы не сможете сделать развлекательный контент, потому что это очень сложно сделать, вот я для себя решил, что я буду делать информационный контент, то вы делаете информацию, то есть вы чисто знаете какую-то информацию, вы преподносите это людям, и все, вот, все просто, как бы, и вас смотрят, вас оценивают, и еще очень важный момент – это качество контента. Но я уж так сегодня не буду вам это, раздвигать все планы на жизнь, так скажем, именно на ютуб-канал, потому что, ну, здесь надо стараться, здесь нигде, поймите, нигде вы не найдете такого, что халява, халява, все, и денежки с неба, нет, такого не будет, вот. Но почему не заниматься с каким-то своим любимым делом, не выкладывать любимые какие-то ролики на ютуб, вот, если вам это будет нравиться, и вы найдете свою нишу на ютубе, то люди заметят, что вам это нравится. А если же вы будете делать это не по желанию, совершенно не по желанию, то это будет видно, поймите. Вот, то есть другие люди, которые зайдут, они будут видеть, что вам это не нравится, вам это не нужно, вот, и в итоге они выйдут, просто выйдут, уйдут от вас. Вот, а если, допустим, вы возьметесь за то, что вам нравится, пусть эта тема будет неактуальна, вот. Но если вы, как бы, будете делать это с желанием, будете постоянно улучшать качество вашего контента, то в итоге вы добьетесь, вы добьетесь хорошего результата. Я вам, я вас уверяю, это я уже построено на многолетнем опыте, который я выработал на ютуб. Вот, здесь просто нужно время, старание и труд. Как бы, время и труд, или как там было, старание и труд, все перетрут. Вот, идеальная пословица на все времена, на всю жизнь вообще. На все. Народная пословица. Запомните, как бы. Вот, так все работает. Вот. Так что, кому понравился видосик, ставь лайк, не ленись, подписывайся на канал, буду благодарен тебе за это. И если понравилось, пиши какой-нибудь комментарий, типа, мне понравилось, ты молодец. Вот. Мне будет очень приятно. Вот. И спасибо вам огромное за, за то, что, за то, что все-таки смотрите мои ролики, и ютуб дает возможность так вот выкладывать, так вот вам полезные вещи советовать. Вот. Я очень рад этого. Всем пока, всем удачи. Вы были на канале Мера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok